Представители стран ОПЕК и мониторингового комитета ОПЕК Плюс обсудили в Вене дальнейшее сокращение добычи нефти. После саммита Большой Двадцатки в Осаке Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ещё на 9 месяцев. Другие страны-члены ОПЕК поддержали это предложение. «Нигерия решительно поддерживает это обязательство и такую позицию. Мы считаем, что продление на 9 месяцев предпочтительнее, чем на полгода, поскольку это обеспечит большую уверенность на рынках, тем самым снижая их волатильность». Объёмы сокращения добычи нефти сохранятся на уровне первого полугодия, то есть они будут на 1,2 миллиона баррелей в сутки меньше по сравнению с октябрём 2018-го. На Россию будет приходиться более 220 тысяч баррелей в сутки. Теперь предложение Мониторингового комитета о продлении сделки на 9 месяцев рассмотрят все 24 страны-участницы ОПЕК+. В картель ОПЕК входят 14 стран. Россия стала наблюдателем в организации 21 год назад. С 2017 года ОПЕК и её союзники во главе с Россией сокращают добычу нефти, чтобы не допустить падения цен на фоне стремительного роста добычи в США. В этом году Соединённые Штаты стали крупнейшим мировым производителем нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию. По данным Управления по энергетической информации США, добыча нефти в стране в апреле выросла до рекордного уровня, превысив 12 миллионов баррелей в сутки. Это обстоятельства, а также замедление мировой экономики в последние месяцы, обусловили падение мировых цен на нефть. При этом ожидается, что к концу года США увеличат добычу и экспорт чёрного золота.